так вот я вас угощал такими самые крупные из Китая на пределе крупности и очень вкусные и у меня получается сколько их есть есть крупные вот такие вот средние и мелкие нить крупные, ни средние, ни мелкие не привитые у них позади сотни тысяч поколений и никому голову никогда взять веточку и привить на кто-то не приходило чистые сеянцы теперь что получается сегодня 20 штук съели так я вас угощал косочки выплюнули, помыли, сохнут это первый же вот сейчас заказ на них я выбираю самые крупные что из них будет у человека они бы растут могут быть средние, мелкие или такие же а это же тоже не привитые но получается достаточно и вкус прекрасный будущее непредсказуемое кто его опылил тут же рядом же и с крупнейшим крупные опыли да возможно это уже гибрид возможно чудо будет а возможно мельче и не дикие но мельче и еще с горчинкой невозможно понять но тогда что получается сходи больше будет все равно угадаешь а у меня же принцип не меньше 10 костиков значит 10 взял 5 выжило 3 то есть пошло я беру худший вариант 3 зашло до полношения 3 варианта есть вот так вот и это самое сейчас анекдот ага вот так и мучаемся муж жена ходит кругами муж в компании дрыж пьяный сидят за столом вот пьют 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 жена одного из них мотала-мотала-мотала потом плюнула подходит в пьяной компанию говорит ах налейте мне и налили водки стакан она выпила смотрит как вы пьете эту гадость а вот таким учимся вот а теперь меня спросите а как вы выращиваете когда у вас и мелкие и средние вот там же еще ведерко-то отдал уже ковырять они в два раза мельче вот так вот вот таким учимся ну ладно пойдем дальше итак мне задали вопрос яблонь а почему яблоня обильно сбрасывать несозревшие плоды вот яблоня в России это иммигранты отвечают за люди они не имеют связи с местным климатом постоянно делают ошибки расплачиваются например с бросом плодов в скобках выкидышем спохотившим что их не выкормить действительно ошибки добавьте еще засухи наоборот избыточный полив а тут еще и намеренное калечение кроны и дерево недовыращивание надо залечивать рано кстати перед этим может дать обильный урожай а потом умирает тогда у меня появился еще один термин при смертной урожай когда калечен потом идет сумасшедший урожай и с тех пор и до сих пор дальше никто не загадывает если оно дальше умирает или начинает дохнуть никто не связывает с тем что искалечили дерево причем сюда можно найти других вот это потому что сразу искалечили вместо того чтобы умирать или быть пустым наоборот дать большой урожай а так получается что я сейчас хочу сказать что такое эмигранты эмигранты у них всегда очень слабая сердцевина почему любого эмигранта в средней полосе России возьми вот допустим толщина веток или штаба такая 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 увидите что сердцевина мертва а раз она мертва значит она более слабая ну яночка она же мертва она теряет упругие качества она может быть сердцевина 50% мертва 70% по разному но этого никто не знает пересаживали без обрезки она уже начинает дохнуть морозы из коричневых штаб туда все в мороз лезет а еще жива и вот к моему огромному сожалению никто не сделал выводы связанные с тем у нас время от времени в России в разных городах в разных районах и целых областях вносят дикие шквалистые эти а потом показывают в городе раздавили машину раздавили ребенка опять машину раздавили просто села крышу ни один человек не догадался а что если мы они же как штамбы делают получается вся нагрузка наверх а по методу то есть рычаг архимена страшная сила которая наклоняет а это все хрупкое так вот и получается что если бы кто-то поставил задачу а все-таки умные штамбы делают делают которые это вот и я намеренно это самое то что сметает урожай само собой вот у меня там ниже будет дерево которое наклонилось на 40 на 50 градусов так вот это потом ниже покажу слава богу не сломалось упругое оказалось так а на самом деле все делается так если бы заглянуть может быть специально приставной лестнице неудобно заглядывать но после урагана проверить 1500 ну 300 садов что у них внутри делается ну что такое защита там полтора два два с половиной метра за бон не всегда спрашивают все а внутри получается так никто не видит там все все переломано все все и кто-то сделал вот такой раз рез на забор сфотографировал потом мы посчитали что допустим по оборот 500 садов прошли там где центр урагана так посмотрели посчитали в каждом по 10 сломанных полностью уничтоженных деревь 500 на 10 5000 и так везде по всей России не получается из-за того что технология неправильная вот ждали только урагана чтобы все а потом куда все переломано слезы руки опущены дальше куда опять садить опять с этими штамбами искусственными опять до следующего урагана вот вот так по всей России к сожалению в том числе и сильный ветер все попадало они не держат эти самые обильно выражают ветер и все лежит на земле вот ну вот это вот я уже показывал это дерево это все так же как она называется Алёнушка тут еще много зависит она ближе к эмигрантам она тоже эмигрант ну знаете как почему это это я садил это соседи мои так вот это я своими собственными руками садил не делаешь там рекорд 20 лет к нему и еще к десятку не подходил ни один человек может поэтому одичал но и никакой роган не может уничтожить почему полукультурка она попростее вот и она лучше держит морозы у нее нет хрупкой древесины вот так вот хорошо Продолжение следует...